Всем огромный привет и добро пожаловать на наш канал Катарина влоги Обычная жизнь в Германии. Для тех, кто впервые на нашем канале, меня зовут Катарина и свои влоги я веду из Германии. Ребят, я себе чаек налила и хотела попить чай. И обнаружила, что у меня ничего нету, то есть нету моих любимых вкусняшек. А без вкусняшек как-то очень и очень скучно пить чаек. Юлечка ушла в школу, в общем, все ушли, сижу одна и не с кем попить, и не с чем попить. Вот сижу, думаю, что бы такое мне сделать быстренько, вкусненько, чтобы попить чаек. Вот, и не знаю, что такое, что можно быстро-быстро-быстро, чтобы чай не успел остыть. Ну, вот такого, наверное, нету. Думаю, блинчики спечь или еще что-нибудь. У меня есть йогурт. Так, я придумала. Короче, кому интересно, что я сделаю себе к чаю, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. В общем, ребятки, я придумала, что я буду делать. У меня есть йогурт. И я сегодня сделаю наши крепкие. Я как-то на канале уже показывала, как я это делаю, и многие подумали, что это хворост. Дорогие мои, хворост делается по-другому. Форма может быть такая, согласна, но хворост, он же такой должен быть хрустящий, вкусненький. В общем, очень вкусный. А это очень сдобный крепкий. Крепли – это сдобное такое блюдо или как выпечка, сдобная выпечка. И очень-очень вкусное. Крепли могут быть и солёные, и сладкие. Ну, как вы уже знаете, я сладковешка, поэтому я делаю сладкие крепли. Очень даже сладкие. Многие крепли делают к борщу. Некоторые даже семьи есть, которые борщ не признают без крепли. И также наоборот, крепли не признают без борща. То есть для них это вот одно блюдо. Ну, а наша мамочка, она всегда нам делала в детстве крепли, ну, как вкусняшечку. И нам так это нравилось. Я помню, она прям целыми тазиками нам всегда напечёт. И мы такие довольные, таскаем весь день и сытые, и довольные. В общем, у меня здесь одна такая вот йогурт, баночка 500 миллилитров. Можно взять сметанку, можно взять скисшее молоко, кефир. В общем, что хотите. Главное, чтобы было что-то кисленькое. Я возьму 4 яичка. Возьму венчик, так легче будет взбивать. Конечно же, возьму сахарочек, так, чтобы было сладенько, вкусненько. Очень люблю сахар. Не сахар, а сладкое. Очень люблю сладкое. И, конечно, ну, где-то чайная ложечка у меня соли. Сюда пойдёт всё. Сейчас я это всё размешаю. Сейчас я это всё замешу. Такой жёлтенький цвет получается. Ой, какой хороший. Мне уже нравится. Так. Теперь я добавлю ванилин. Это же будет так вкусненько. Так. Ванилин можно экстракт или что у вас есть. В принципе, наша мамочка делала без ванилина. У неё его просто не было. Одну пачку бакпульвар. Я имела в виду разрыхлитель. Вот. Пекарский порошок, разрыхлитель, как хотите. Так, сейчас скажу, сколько у меня тут. 15 грамм. И соду положу. Ну, вот где-то вот одну чайную ложечку я положу соды. Я знаю, многие хозяюшки добавляют ещё дрожжи. Соду и дрожжи. Так, сейчас посмотрите, начнут наши, наш разрыхлитель начнёт играть с кислотой, начнёт подниматься. И тесто такое очень вкусное получится. Так, это я добавила, это я положила, это всё-всё-всё. Теперь насыпаем муку и просеиваем. Так, всё. Просеиваю муку. Вот сколько вкусняшек у меня будет. А то как это, села чай пить, а у меня ничегошеньки. Ну как, конфетки есть, я просто не хотела. Конфетки мне хотелось, что-нибудь такое вот вкусненькое. Отставляем и лопаточки. Сколько всего сейчас... Вот захочешь что-то печь, и то есть, и это есть. И ручки не надо своим орать, ничего не надо. Всё у нас есть. Такая хорошая силиконовая лопатка, силиконовый ковричик. Ну, мечта любой хозяйки. Всё можно взять. И так всё удобно, так всё здорово, и можно с удовольствием готовить. Беру свой любимый ковричик. Всё, подпылю сейчас мукой. Выложу своё тесто, вымешу. И буду, в принципе, не буду оставлять его. Ну, может, минут на 10, пока разогреется масло. Или приготовлю сковородку. Оно немножко, может, и постоит у меня. Если бы я добавила дрожжи, конечно, я бы дала постоять. А так как здесь у меня разрыхлитель и сода, я не буду ставить, я сразу... Я же хочу быстренько, я же хочу чай попить. Ну, вот, мои домашние придут, а у нас опять будет свежая выпечка. Я помню, как мы приходили домой, и если пахло какой-то выпечки, мы были такие довольны и сразу понимали, что мамочка что-то для нас вкусненькое-вкусненькое сделала. Вот, вот так и я. Сейчас я сделаю. Тесто любит руки, поэтому можно было, конечно, закинуть в комбайн, что я хотела сделать, честно скажу. Это было бы быстрее. Но тесто любит руки, потому что, когда вымешиваешь тесто, ты же всю душу сюда вкладываешь с такой нежностью, с такой добротой, и оно тебе откликается. Посмотрите, какое оно мягкое, красивое. Ой, прелесть, какая прелесть. Вот такое у меня тесто. Вообще, к тесту надо относиться с любовью. Тогда оно откликнется. Вот оно, мое, замечательно. Вот оно, вот оно какое. Вот оно, мое хорошее, вот оно. Прямо так хорошо в руках. Все. Много муки не делаю. И это тесто забивать нельзя. Так, слегка, но должно быть очень-очень мягкое. Все, мои хорошие, все. Вот такое тесто у меня получилось. Сейчас сделаю, напеку креплики. И через экран угощу вас. Все. Лишнюю муку я в сторону убираю. Она мне еще понадобится. Кто-то знает, что такое креплик. Представляю, как вы сейчас сидите и облизываетесь. Это же так вкусно. Все. Пока я уберу сейчас со стола лишние продукты и поставлю сковородочку свою, оно немножечко у меня полежит. Я начну готовить. Все, мои хорошие, я уже сковородочку приготовила. Вот сейчас подпырю досочку, куда я буду складывать все. И мы начнем раскатывать. Вот так. Я уже начала подготавливать видео. У меня Юльчонок, младшая моя доченька, она как-то попросила, чтобы я показала ей, как я делаю тесто на чебуреке. Вот. И мы с ней уже сделали это видео, но так как нас очень часто отвлекали. И мы с ней никак не могли сосредоточиться. И видео постоянно прерывали то одно, то другое. Поэтому его так тяжело, ну как, монтировать надо дольше. И я вот сейчас смотрю, мне кажется, вот это видео, вот этот ролик у меня выйдет быстрее, чем тот. Поэтому, ну, посмотрю, ну, скорее всего, это сначала выпущу, а потом уже другое. Сейчас пока буду чай пить и, может быть, даже быстренько смонтирую и выпущу это видео. Чтобы вам было посмотреть, что мы делаем, как проходит наша обычная жизнь в Германии. Так. Делаю для себя, поэтому вот на сантиметр отрезаю полосочками тесто и скручиваю. Я, наверное, сейчас камеру по-другому поставлю, чтобы вам было видно, как я это делаю. Делается очень быстро и очень просто. Вот видите, вот такой толщины у меня, вот такой толщины у меня тесто. И я его просто вот так вот нарезаю, дырочку. И все, его так выворачиваю. Просто туда просовываю. И вот так вот получается. Уголочек отсюда проделаю. Вот, посмотрите, какая красота. Муку немножечко стряхиваю, чтобы она потом в сковородке не горела. Вот, видите, прелесть. Тороплюсь, хочу быстренько чай попить, поэтому сильно ровно не делаю. Как у меня детки говорят, лишь бы было вкусно, можно и некрасиво. Ну так, все сейчас быстро. Очень быстро и очень-очень даже вкусно. Кто-то делает большие, кто-то делает маленькие. У меня, кстати, мама всегда делала маленькие. Вот таким образом я просто стряхаю немножечко муку. Ну все, сейчас, наверное, доделаю немножечко и начну уже. Посмотрю, может быть, уже масло нагрелось, так буду выпекать. Ну вот, посмотрите. Видите, я сделаю. Сейчас пойду в сковородку опускать. Плотно я не укладываю, чтобы было место, куда им разойтись, подняться. И вот своими любимыми щипчиками буду переворачивать. Такая удобная вещь. Посмотрите, какие они золотистые. Какой вот тут рисуночек у них получается. Ах, красота! Ох, я сейчас чаек попью. А детки-то мои как будут рады. Ну вот и все, мои дорогие. Посмотрите, какая вкуснота и красота у меня получилась. Надеюсь, вам понравилось мое видео. А если это так, не забываем ставить пальчики вверх, подписываться на наш канал. Ну а я вам желаю всем хорошего настроения, отличного дня и всего самого-самого наилучшего. И хороших вам выходных. Ну а я буду пить чай вот с этими замечательными креплями. Продолжение следует...